Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи – телепортация. Как много сил, энергии, времени и средств мы тратим на перемещение? Каким громоздким бывает транспорт в наши дни и каким небезопасным? При этом еще многие виды транспорта имеют низкую экологичность. Неужели мы никогда не выйдем из этой транспортной слабости? Научные фантасты и мечтающие ученые считают, что выход есть. Им, как и мне, кажется, что будущий транспортных технологий лежит за телепортом. Что же такое телепортация? Телепортация – это изменение координат объекта, как материального, так и нематериального, при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией. Этот термин введен в 1931 году американским писателем Чарльзом Форто и первоначально не имел ничего общего с наукой. Однако сейчас все больше и больше ученые начали говорить о телепортации. Существует множество теорий телепортации, и вот некоторые из них. Самое большое поле для размышлений о телепортации дала нам квантовая механика. Фундаментом квантовой механики является уравнение Шрёдингера. Кстати, Шрёдингеру недавно бы исполнилось 126 лет. Изначально Шрёдингер пытался с помощью своего уравнения описать движение элементарных частиц, а оказалось, что траекторий как таковой у элементарных частиц не существует. Уравнение Шрёдингера описывает лишь то, с какой вероятностью вы обнаружите конкретную частицу в определенное время в определенной точке. Вы можете поймать, например, электрон в своей лаборатории, а через мгновение он будет другой галактики на краю Вселенной. Сколько бы ни была мала такая вероятность, подобная траектория ни в малейшей степени не противоречит современной науке. Еще один вполне научный метод телепортации связан с так называемым планковским пределом. Точно так же, как вещество имеет конечный предел деления, точно так же, согласно квантовой теории, имеет предел деления и пространство-время. Чтобы кто-то там говорил о квантовании времени, это же надо как-то себе было это представить. В этом смысле математическая непрерывность к нему неприемлема. Мельчайший возможный отрезок пространства называется также планковской длиной, а отрезок времени соответственно планковским временем. Таким образом, строго говоря, любое движение в нашем пространстве-времени представляет собой телепортацию, нарушение условий непрерывности. Но планковские отрезки столь малы, что в большинстве случаев череду телепортационных прыжков, связанных с движением в нашем пространстве-времени, предпочитают усреднять и описывают обычными формулами движения. Так что в каком-то смысле мы каждый день пользуемся телепортацией. Также в академической среде существует такой термин, как квантовая телепортация. Но здесь ничто никуда не переносится. Из-за этого смысл данного термина может вести неподготовленного человека к непониманию. Если разобрать эксперимент с квантовой телепортацией, то по сути в нем лишь копируется свойство частицы А, к примеру, значение спина, на точно такую же частицу Б, находящейся в некотором удалении. Летом 2008 года группе исследователей из Австрийского института квантовой оптики и квантовой информатики удалось поставить масштабный эксперимент, разнеся потоки запутанных фотонов на 144 километра между лабораториями на острове Ла Пальма и Тенерифе. Обработка и анализ столь масштабного эксперимента продолжается. Последняя версия отчета была опубликована в 2010 году. Квантовая телепортация осуществляется за счет квантовой сцепленности или квантовой запутанности. Данное явление я упоминал и в 22 и 16 выпуске, но все же считаю поподробнее рассмотреть данное явление. Так о квантовой сцепленности говорили в передаче «Квантовый скачок». Две частицы могут запутаться, если находятся довольно близко друг к другу. В таком случае их свойства становятся взаимосвязанными. Самое интересное, что согласно учению квантовой механики, даже если разделить эти частицы и отправить их в разные концы света, они все равно могут остаться запутанными, неразрывно связанными. Чтобы понять немыслимость такого предположения, давайте рассмотрим свойства электрона, которое называется спин вращения. В отличие от вращения волчка, спин электрона, как и остальные квантовые свойства, не имеет никаких определенных характеристик до момента измерения. А при измерении вы обнаружите, что он вращается либо по часовой стрелке, либо против. Похоже на это колесо. Когда оно перестанет вращаться, стрелка по воле случая окажется либо на красном поле, либо на синем. А теперь представим себе второе колесо. Если бы эти два колеса были связаны так же, как запутанные электроны, то каждый раз, когда стрелка одного из них была бы на красном поле, другая точно оказывалась бы на синем. И наоборот. Поскольку эти два колеса никак не соединены между собой, это выглядит довольно подозрительно. Относительно этого удивительного свойства, возможно создать действующий телепорт. Ведь в мире все состоит из частиц. Рассмотрим телепортацию человека. Пусть в Нью-Йорке и Париже у нас есть капсулы со сцепленными частицами. После человек заходит в капсулу, где его частицы сканируют. После этого сканируются частицы в соседней камере и создается список, в котором сопоставляются квантовые состояния двух наборов частиц. Далее с помощью квантовой сцепленности, то есть с помощью некой связи на расстоянии, осуществляется передача данных другим частицам. Например, частицам с Нью-Йорка в Париж. То есть перемещения не было, просто квантовая сцепленность позволила извлечь квантовое состояние из частиц в Нью-Йорке и воспроизвести их в Париже. Другой вид телепортации был в передаче «Научная нефантастика». Здесь предлагается с помощью сильных магнитных полей просканировать каждую частицу нашего тела и создать некую базу данных. После этого огромную базу данных передают с помощью рентгеновского луча через спутник к месту назначения. Затем, используя некий 3D-принтер, точную нашу копию собирают в месте назначения по переданной базе данных. Так и осуществляется телепортация. Также почву для размышления нам дает и теория относительности. В данном случае телепортироваться можно с помощью кротовых нор – туннелей в пространстве времени. Стоит отметить, что осуществляется не только телепортация, но и перемещение во времени. Я уже говорил о кротовых норах в девятом выпуске, посвященном «Машине времени». Хотелось бы отметить некоторые проблемы телепортации, высказанные в «Квантум-скачке» и «Научной нефантастики». Конечно, их общая проблема – это то, что в процессе телепортации остается их двойник, который был в месте отправления. И что же делать с ним – непонятно. Все это очень напоминает фильм «Престиж». Кто смотрел – поймет. Кроме того, далеко не факт, что телепортируемые копии будут жить. Ведь нужно не просто скопировать, а скопировать в движении. В этом случае метод с квантовой телепортацией более приемлемый. Тем более я считаю, что передача данных с помощью рентгеновского луча не очень эффективна, ввиду большой потери информации. Хотелось бы вспомнить об одном интересном инциденте, который был снят на камеру наружного наблюдения. На видео запечатлено, как перекресток пересекают две машины, после чего в кадр попадает белый грузовик, плавно набирающий скорость. Однако перпендикулярно ему движется велосипедист. В момент вероятного столкновения в кадр врывается человек, движущийся буквально на сверхзвуковой скорости и оставляет за собой вспышку света. Коснувшись велосипеда с повозкой, люди моментально оказываются на безопасной стороне улицы. Было много споров по поводу этого видео, но конечному выводу так никто и не пришел. Может быть, это был ночной змей? У телепортации вообще любого вида есть глубокая философская проблема. Допустим, что возможно устройство, определяющее квантовое состояние организма и передающее данные на большое расстояние для обратной сборки. Даже оно не осуществит истинную транспортировку. Оно уничтожит оригинал и создаст в точке назначения копию. Да ты что? В действительности, невозможно точно сказать, будет ли ваша телепортируемая копия вами. Это будет как бы ваше новое я. Однако, если предположить, что относительно планковского предела мы все время телепортируемся при движении, то мы все время меняем наше я. Нужно отметить, что в массовой культуре тема телепортации имеет огромное значение. Как можно забыть, говоря о телепортации, о великом сериале «Звездный путь». Также огромное значение имеет прекрасный фильм «Муха», который стал классикой. Идеи, высказанные в этом фильме, глубоки не только с точки зрения физики, но и биологии, и научной этики. Тема телепортации давно будоражила умы физиков. Весь этот мир, где мы свободно перемещаемся в пространстве, не так уж далек. Возможно, через пару столетий наши потомки со страхом будут вспоминать, как мы использовали автомобили, поезда и самолеты. Пожелаем им счастья и пропорциональной массы. И да-да. До скорых встреч. Пока. В результате лечения, то есть лечения в этом центре у меня произошла... Телепортация у масла.